65-е заседание Артёмовской городской думы было столь насыщенным, напряженным и противоречивым, что мы решили предоставить нашим телезрителям возможность самим побыть сторонним наблюдателем работы депутатского корпуса. Поскольку большая камера несколько отвлекает народных избранников от важных дел, съёмки производились на любительскую. С целью большего приближения к реальности мы также отказались от привычных титров, поскольку личности, представляющие интересы артёмовских избирателей в городской думе, и так известны всем горожанам. Противоречивость некоторых ситуаций продиктовала нам необходимость отказаться от пространных комментариев, оставив за собой право лишь пояснять телезрителю, о чём идёт речь. Но всё по порядку. В думе до сих пор не могут выбрать заместителя её председателя. Жаркие прения по этому поводу порой перерастают в не очень приятное заявление, и думцам приходится каким-то образом стабилизировать ситуацию. Я ко всем депутатам отношусь нормально, поддерживаю всем, поддерживаю друг к другу отношения. И вот когда мы начинаем переходить на личность, на ничего, на что-то, у нас это всё преобладает, то есть, если можно сказать, кухонные разговоры, которые на кухне должны быть, никого не секрет, что мы на кухне обсуждаем, бог знает что и бог знает как. А здесь, здесь, здесь мы официально, структуру официально должны работать. От фракции «Единая Россия» выдвинут один кандидат Константин Трофимов, который стал широко известен благодаря средству массовой информации, которая усиленно муссирует тему о нарушениях в уверенном ему учреждении. Его кандидатура вызывает согласие далеко не всех депутатов. И как ни крути, спорящие стороны переходят на личности. Но если у кандидата нет возможности или желания снять свою кандидатуру, и он надеется на вашу поддержку, но вы-то кого поддерживаете? Вы-то зачем это поддерживаете? Поэтому я призываю поменять кандидата, тогда мы будем голосовать за вашего кандидата. Это что, доказано? Вот я не последумываю, вы задаете его просплатно. Почему последумываю? Вы задаете так, я вам открытый, я нисколько не растесняюсь. Кто же это не стесняется? Вот вам, Иван Иванович, я лично уже в шестой год плачу место бюджета. Это хорошо, Желуденко? Вам лично. Ваша организация. По вашему мнению, вы утащили меньше, чем я, что ли? По вашему мнению, вы утащили меньше, чем я. И вы сейчас змеитесь, здесь зеленый зайчик. Да работать надо будет. Я не змею. Ну не установил, ни суд, никто не установил. Вот этот клоунад... Когда установили, тогда решение суда будет. Клоунаду, вы думали, устраивали, вот так, а не на думе тогда. Уважаемые коллеги, еще уходите в финал. Уважаемые коллеги, я хочу поддержать слова, только слова. О том, чтобы подойти к сегодняшнему вопросу, надо серьезно. Все-таки работать полтора года, и чтобы действительно работать. И, имея на сегодняшний день ту характеристию, которая пока не опровергнута, я считаю, я считаю, все-таки здесь надо серьезно подумать. Лично я голосовать, конечно, буду против. По той простой причине, что если бы я в этой ситуации оказалась, я бы не позволила себя выдвигать. Спасибо. Спасибо. У нас такие, знаете, есть? Я считаю, это не надо. Никто, не надо. Прихватите, уважаемые коллеги. Я вообще заседаю, я абсолютно тоже согласна с Михаилом Васильевичем, что надо действительно конселедироваться таким-то образом. И я согласна с тем, что на этом посту нужен человек, который может конселедировать, он может идти на компромиссы на какие-то, на возможные. И я как раз, наверное, с этого поставлю, потому что для меня чисто в профессиональном плане это невозможно, как выяснилось. Я считаю, что лидеру Единой России тоже, наверное, невозможно будет идти на какие-то компромиссы, договоры. Для нас это и для нас это невозможно. Для тех людей, которые находятся по другую сторону баррикады, я имею в виду партийную. Поэтому я вот даже чисто поэтому не стала бы, конечно, голосовать за Константина Михайловича и тоже попросила бы единорусов подумать о другой кандидатуре. У вас других достойных кандидатур, что ли нет? Смотрите, вот я постоянно сейчас в обед прихожу и смотрю программу, потому что там вы же не смотрели, как я из вас здесь. Как там, вот, там суд-то идет, конечно. Да, вот это все. Человек обвиняет все, ему приговор выносят, через год оправдывает там это все. Я вот этого понять не могу. Человек вот так сидел там, это все. Кто-то обвиняет. Нет, Владимир Степанович, ну вы, ну, в этом-то случае, вы каким образом... Вы в чем будете генованы? Да не доказано. Вы ни в чем не будете генованы. А если... А правильно, как я понял? Нет, а если доказано будет... Я засомневался в него, что он ссоровал, да? А если доказано будет? А почему вы сомневался? Нет, а почему вы сомневался, если есть уже заключение артемовской прокуратуры? Да, я не понимаю. Да, ну ничего не заключения. Я еще раз говорю, человека судят за убийство, а он убивал. Есть заключение прокуратуры. Для вас заключение в прокуратуре ничего не значит? Нет. Абсолютно, да? Есть следствие, есть, уважаемые коллеги. Я в ведре Советской школы юристов. Нас очень много молчили. У нас есть основной закон, называется Конституция. Здесь все прописано. Есть принцип, человек невиновен, пока это не принято решение суда. Можно я, на секундочку. Вот мы занимаемся, извините, конечно, коллеги. Мы занимаемся в словоблоге. У нас существует, вот, и он здесь присутствует. Пускай останетесь и скажет, мы верим, да, ему. Правда это все или неправда? И все это, наши премии, они испарятся. Конституция Михайловича, скажите, поднимите, еще все. Хороший, предыдущий, думаю, отвечал на эти вопросы. Объединения, которые прозвучали в мой адрес на портале Актуально и в газете все будет, все будет. Действительно, заслуживают прокуратуры. И действительно, прокуратура в декабре месяце приезжала, проверяла. На все данные вопросы мы ответили. Мы ответили. Я не могу сейчас упрекать кого-то, почему они, например, не взяли в учет вот это или не посмотрели вот это, а та служебная информация, которая была предоставлена прокуратуре, она появилась в средствах массовой информации. Ну, будем тоже с этим разбираться. Я ответил на все вопросы. И если внимательно смотрели репортаж Ивана Витальевича Соклина, выступал заместитель прокурора, он сказал, может, нам не все документы предоставили. Андрей Александрович, вы же были, присутствовали. Может, все-таки не до конца посмотрели. Я-то вот про это на эту сторону... Нет, мы-то говорим не про то, что... А я сейчас хочу сказать, что мы делали все по закону. Обсуждение явно зашло в тупик. Нападкам и оправданиям не было конца. Решить спор и навести порядок в рядах артемовских депутатов решила председатель Думы. Я предлагаю консолидироваться. Значит, для того, чтобы консолидироваться, надо принять одного кандидата. Поэтому, соответственно, вы каждый делаете свой выбор. Я, хоть Константин Михайлович на этом заседании обвинил меня в том, что Андрей Александрович не пришел на Думу, потому что он каждый раз ходит. Это я сработала. А Андрей Александрович единственный, который голосовал против, и в протоколе это записано, перенос на понедельник этого заседания. Потому что он тогда говорил, что я занят. И обвинять меня вот в том, что я не делаю, не нужно. Понимаете? Какие-то, значит, мы предполагаем, мы догадываемся. Мне надоели ваши синусоиды, корни квадратные. Голосуйте, как положено, галочкой. И не надо здесь выяснять, кто, значит, не проголосовал, кто проголосовал. У всех есть своя совесть, у всех есть, значит, свое мнение. И каждый голосует по своему убеждению. Поэтому я призываю консолидироваться и выбрать кандидатуру одну. Однако и само голосование, точнее его регламент и форма, как оказалось, дело непростое. У некоторых депутатов вызывает недоумение тот элемент творчества, который другие думцы вносят в столь серьезный процесс. Дело в том, что действительно у нас тайное голосование. Поэтому я и спросила вот о присутствии Сидорука, будет, не будет. У меня к нему вопросы. Насколько правомочным контролировать тайное голосование кто-либо? Это первое готово. Никто не имеет права. Насколько правомочным всевозможные рожицы и прочее делать, и еще после этого посчитывать, ах, это вон Ванька проголосовала или Манька проголосовала. Это является давлением. А у нас тайное голосование. Вы сможете... Это актер тоже существенный. Да нет, я по процедуре... Вот давайте попробуем. Я вот, я то же самое хочу сказать, что говорит Екатерина Ивановна. Вот мы с вами все взрослые люди. Поэтому, вот когда вы рисуете всякие вот эти вот рожицы, как она сказала, это значит, вы находитесь под давлением подопрепленным, да? Это значит, вас контролируют. За вами смотрят, что вы там нарисуете и в каком квадратике. Дискуссия о том, какой знак нужно поставить и в какой графе, неожиданно переросла в обмен колкостями. Хотя некоторые депутаты, наоборот, усмотрели в этом определенную долю юмора. Я просто... Так мы можем сказать не любой. Мы можем сказать какой-то, конкретно. Это прегламенте прописанное, это не в бюллетене. В бюллетене попало уже... Любой знак там ставится в поле? Любой. Ну? Можно сказать, что за, но стать нет. Это будет считаться как за. За. Елена Евгеньевна, призывайте ставить галочку, а что вы тогда нас замуравили? Ты что за него голосовала? Было. 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 Так, а у вас, по-другому, принимают решение. Кто-то по-другому. Кто-то по-другому. Сейчас его не говорили. Если был один-один, то, что вы так еще не слушали. Слушали это. Уважаемые. Бурное обсуждение перешло уже непосредственно к вопросам, которые депутаты задавали кандидату на ответственный пост. Неудобные вопросы, которые касались скандала вокруг персоны господина Трофимова, да и любовь депутатов перебивать друг друга, заставили вновь вмешаться в процесс председателя Думы. Уважаемые коллеги, я вот как глава убеждаюсь, что нам необходимо создать комиссию. По этике, да? Да. Создать эту комиссию, она у нас была, хотя неэффективно работала, но тем не менее, значит, вот на следующем заседании мы, наверное, рассмотрим данную главу. Наконец, депутаты все-таки пришли к решению провести тайное голосование и определить все-таки нового заместителя председателя Артемовской городской думы. Все по-честному. Специальное бюллетенье, опломбированная урна для голосования, отдельное помещение, где каждый может принять свое решение. Результаты не заставили себя долго ждать. Протокол номер три, счетная комиссия о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя думы Артемовского городского округа от 5 февраля 2015 года. Счетная комиссия в составе Гореева-Саутин-Кожевина установила, выдано бюллетней для тайного голосования в количестве 15 штук. При вскрытии отпечатанного ящика обнаружено бюллетней для тайного голосования 15 штук. В действительных 15 результаты тайного голосования по выборам заместителя председателя думы показали Трюмев Константин Михайлович за 10 против 5. В соответствии со статьей 23-24 регламента думы Артемовского городского округа, кандидат считается избранным на должность заместителя председателя думы, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов, то есть не менее 11 голосов. Несмотря на то, что господин Трофимов не был избран, было высказано предложение перейти к другим злободневным вопросам. Некоторых депутатов пришлось буквально упрашивать исполнять их прямые обязанности. Уважаемые коллеги, мы все, конечно, торопимся, у всех работа. Давайте рассмотрим. Я понимаю, что у Михаила Васильевича, он принимает поздравления, да, где мы его можем отпустить. Если, значит, Александр Сергеевич тоже готов в день рождения отсутствовать на заседании думы, то мы тоже ему позволим. Но остальные, давайте поработаем. Ну, невозможно, что так. Сегодня четверг, Дубский день. Значит, я прошу депутатов не уходить в заседание думы. Продолжить работу, уважаемые коллеги. Хотим просить. Значит, то, чтобы продолжить и рассмотреть, значит, все последующие вопросы по поездке, а данный вопрос оставить последним и перенести его на следующий четверг. Большинством голосов решение заняться делом было принято, но воздержавшиеся решили, что для них регламент не писан. К чести оставшихся депутатов нужно отметить, что остаток заседания они провели, решая действительно важные для города вопросы. Не без конструктивных дискуссий и споров, но стараясь действовать в рабочем ключе. Новый этап выборов заместителя председателя Артемовской городской думы пройдет на следующем заседании, где поднятые вопросы о законности голосования и вообще касающиеся правовой стороны будут заданы представителям прокуратуры, которые рассудят стороны.